Пиджак-полоску, жилетку, рубашку зеленую, ремень новый. Сын Максима и Анастасии Захватовых почти готов ко второму классу. Глеб самый старший из троих детей в семье. Но даже одного его одеть к школе, говорит мама, затратно. Многодетной семье повезло. Им положено выплата в размере 5000 рублей на покупку школьных товаров для ребенка. А вот родителям первоклассников 7,5. Но и такая поддержка далеко не всегда покрывает даже половину расходов. Если полный комплект покупать, костюм, например, деловой, спортивный, если с канцелярией, рюкзаком и прочее, то больше 10 тысяч. Это как минимум, если еще с обувью идет. У меня подруга тоже, например, говорит, минимум десятка. По моему мнению, 10 тысяч для того, чтобы полностью собрать ребенка в школе, ну, конечно, не хватит. Нужно купить и вещи, достаточно такой большой, да, комплект, скажем, набор предметов, канцелярию. Все сейчас достаточно дорогостоящее. Если посмотреть на средние цены в магазинах, одни туфли стоят около 2000 рублей. Водолазки, жилеты, брюки, юбки порядка тысячи. Ранец до 5000 рублей. Если детей несколько, сумма увеличивается в разы. Для многодетных семей в Алтайском крае предусмотрено 11 видов пособий. Но получить их все может не каждая многодетная семья. Учитываются доходы, число детей и другие критерии. Одно из массовых является это ежемесячное пособие на ребенка. На каждого дошкольника из многодетной семьи это размер 713 рублей, а на школьника свыше 1000 рублей. Несмотря на то, что до начала учебного года осталось чуть больше недели, пособия на школьные товары еще продолжают выплачивать. Родителям необходимо принести в соцзащиту удостоверение личности, свидетельство о рождении детей, справку на школьника и документ, подтверждающий совместное проживание. Ирина Корчегина, Александр Антропов. Наши новости.